Три года в режиме 24 на 7. 22 октября 2014 года телеканал ЛРТ перешел на круглосуточное обещание. На этот раз мы решили рассказать вам о людях, благодаря которым жители Люберецкого округа ежедневно узнают актуальные новости, а также смотрят интересные программы и фильмы. То есть сигнал сильный, картинка хорошая, поэтому можно подключать уже абонента к нашей сети. Вот так ежедневно проходит работа антенной службы ЛРТ. Прокладывать кабели и оперативно устранять неполадки Валерий Неволько умеет профессионально. Мастер на все руки, один из долгожителей организации. Уже 15 лет трудится в сплоченном коллективе, передает навыки своим коллегам. Обязанностей очень у нас много. Самое сложное, с чего начинается, это, во-первых, если взять новостройку, вот ее делаем с нуля, значит между домами делаем перекидку. Между домами подаем, туда сигнал. Потом делаем стояки, то есть вот эти вот, прокладываем кабель. Потом начинаем подключать абонентов. Собственно говоря, самое главное, для чего мы все и делаем, чтобы люди смотрели наши районные телевидения. Да, ЛРТ – это не только телеканал, но и самостоятельный оператор связи. Над тем, чтобы провести ТВ в каждый дом, трудится целая команда из 10 человек. Благодаря им сегодня люберчане имеют возможность смотреть 44 аналоговых и 53 цифровых канала. Порой работают в суровых условиях. И в дождь, и в морозы. Наши антенщики выполняют задачи повседневные и нештатные, когда приходится восстанавливать повреждения после аварийных ситуаций. Такие критические, это как вот шторма, прошедшая в Москве и Московской области, сильно затронули работу службы интернета, антенного хозяйства. И, так сказать, от населения пошел обвал звонков. Срочно выезжала монтажная бригада по устранению причин. Антенная служба ЛРТ обслуживает всю территорию Люберец. А чтобы зритель смог увидеть контент в высоком качестве, наши сотрудники проводят новые сети. Оптоволокно меняют старые провода на современные. Только начиная с 2016-го проведено около 180 километров кабелей. А это аппаратное обещание. Отсюда выдают в эфир фильмы и программы, а также контролируют выходной сигнал. И, кстати, там за стеклом имеется вся необходимая аппаратура, благодаря которой ТВ-контент попадает в Люберецкие дома. Так что вроде бы такую маленькую комнату можно с уверенностью назвать сердцем ЛРТ. Именно отсюда, из головной станции, ТВ-сигнал отправляется по оптическим линиям в дома к потребителям. Здесь выпускающие контролируют вещание каждого канала, входящего в пакет абонентов. Отслеживают работу аппаратуры. Система построена таким образом, что даже если какой-то источник выпадает, автоматом включается резерв. Если отключается здесь питание, электричество здесь, мы переходим на резервную систему. Плюс бесперебойное обеспечение всей стойки, всего оборудования. То есть мы под электричеством не зависим. От работы аппаратной также зависит работа непосредственно самого телеканала ЛРТ. В отделе составляют контентный плейлист из фильмов, программ и сериалов. Что касается самого канала, то он вещает почти во всем городском округе. Три года в режиме нон-стоп, круглые сутки. И эта слаженная работа находит отклик у наших зрителей. Многие из них и сегодня помнят то время, когда Люберецкое телевидение выходило в эфир всего по три часа в день. Я хотела, чтобы побольше говорили про город, вообще, что происходит и все. Очень интересно этот самый слушать и рассказывать все хорошо. В нашем городе уже давно вещает ваш телеканал. Мне он очень нравится. Смотрю я не только новости, но и документальные фильмы. Соответственно, в них рассказывают про историю России, про науку. Хочу пожелать телеканалу продолжать вещать так же, как вы вещаете сейчас. И еще хочу пожелать процветания. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ЛРТ не остановится на достигнутом. Впереди у телеканала большие планы по воплощению творческих замыслов, среди которых выход новостей в прямом эфире. А оператор связи ЛРТ, в свою очередь, осваивает новые территории и стремится увеличить пакет каналов для наших телезрителей. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.